И вот вся дальнейшая часть главы, седьмой, она большее внимание уделяет именно Римской империи. Вы будете там дальше читать, вы посмотрите, что все остальное большее внимание уделяется именно Римской империи. Ну, можно было бы сказать о том, что на сегодняшний день Римской империи не существует. Правильно, да? Вот, но, знаете, осталось, скажем, влияние еще с тех времен, культура, всякие вещи, которые были связаны, сама территория эта. Вот, и, то есть, страны, которые входят в эту часть, да, где находилась Римская империя. Значит, вот, например, стихи 8, 9, 23, 24. Это стихи, которые говорят еще дальше, как бы, об этой, ну, Римской империи. Значит. Будем читать? Хотите? Вот эти все стихи, которые вы назвали, да? Ну, давайте, 8, 9. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза. Вау. Как глаза человеческие, уста говорящие высокомерно. Девятый не нужно читать. Значит, потом дальше. Двадцать третий стих. А, ну, вот с девятнадцатого вернее. С девятнадцатого. Ну, ниже пока читаем. С семнадцатого и ниже. Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен. С зубами железными и когтями медными пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у нее, о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Да коли не пришел в ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал. Зверь, четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов, значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, и времен, и полувремени. Достаточно. Достаточно. Значит, смотрите, здесь как бы мы видим большую картину того, что будет происходить, в смысле объяснение, когда дается Даниилу, то приходит это все к тому, что в итоге, говорится, что будут цари, которые будут главенствовать. Потом из них восстанет сильнейший, который уничижит всех. То есть это означает, что он станет над ними всеми. И написано, что в 23 стихе, значит, что его, об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отличной от всех царств, которая будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. То есть он станет над всей землей, вот этот вот, который, ну, четвертый царь. И мы можем понять, что он именно выйдет вот из этой Римской империи, территории, которая была бывшей Римской империей. На тот момент она была, и, скажем, территория сама осталась, а до государства, которые в нее ходили, они существуют и так далее. Из нее выйдет именно тот, который станет главенствовать над всею землею. Если мы посмотрим в 9 главу Даниила, в 27 стих, Мы увидим, что он заключит договор, и договор будет заключен непосредственно с Израилем. Помните, я вчера говорил, что в начале этого 7-летнего периода, здесь, ну, давайте прочитаем, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение. На крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Значит, он заключит договор, помните, мы говорили, да, с Израилем. Понимаете, о ком мы вообще сейчас говорим, да? О человеке, который в данном случае он еще не является антихристом. Потому что в данном случае мы его можем определить, сейчас мы будем еще рассматривать его, ну, личность, да. В данном случае мы можем определить и увидеть, что этот человек, он является, ну, на этот момент, где идут описания, просто успешным человеком. Можно сказать, определенным умным, там, и так далее. Политиком может быть каким-то серьезным. Тот, который в итоге завладеет всем миром и станет над всеми. Как царь, понимаете, да? Здесь не говорится о том, что он стал как там священник или как Бог. Пока он как царь. То есть мы можем сказать, что это действительно способный, умный, может быть, талантливый какой-то, ну, правитель, который захватит таким образом весь мир. И одно из его действий будет заключено в том, что он заключит союз, да, союз или договор с Израилем, который будет заключен вот на этот семилетний промежуток времени. И результатом заключения его договора будет то, что будет восстановлен храм. И это будет очень быстро. И в двадцать седьмом стихе мы видим, что жертвы прекратятся, да? И вот реводит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва. То есть говорится о том, что половину этого периода времени на самом деле для Израиля, может быть, даже для всего мира. Это будет достаточно еще такое, знаете, ну, как бы, можно сказать, благоприятное время. Ну, и помните, мы говорили, что это еще как свет, эта часть. Как свет еще, да? То есть это еще такое благоприятное время. И в Израиле будет отстроен храм, будет стоять жертвенник, будут приноситься жертвы по Моисееву закону, то есть будет восстановлено все это. Но говорится, что в середине это все прекратится. Это все прекратится. В середине этой седмины. Помните, что произошло в середине седмины? Была война в небесах, да? И дьявол был свержен на землю. И мы сейчас поговорим, то есть именно в этот момент, когда дьявол был свержен на землю, этот человек, он получает что? Власть от дьявола. И именно с этого момента он становится антихристом. Понятно, да? То есть до этого момента он не является антихристом. До этого момента он является просто успешным правителем, успешным там политиком, царем и так далее. Просто покорившим себе весь мир. 38 глава и 39 из Экиля. Я просто вкратце чуть-чуть скажу о ней. Они рассматривают Израиль. И рассматривают союз как бы северных держав. Знаете, одни из предположений, одни из предположений, которые я слышал, что так как в северной находится Израиля, знаете кто, да? Россия, да. Что именно в союзе, можно сказать, держав во главе, видимо, с Россией, это будет тот союз, который будет противостоять Израилю в свое время. Но, в принципе, все достаточно возможно, потому что Писание говорит, что вообще все государства восстанут против Израиля. Объединившись, может быть, в какие-то разные союзы и так далее, да? Но в конце концов они все пойдут войной на Израиль. Единственное, что бы я хотел, чтобы мы с вами посмотрели, это... Вот я не отметил себе... 38, 11 стих. Это единственный стих, который я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Просто для понимания дальнейшего рассмотрения. Кто-то прочитает, да? И скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей. И вот здесь вот идет утверждение в том, что Израиль первые 3,5 года будет жить вот таким образом. Беззаботно, без ограждений. Заключивший союз с этим царем, который будет успешен, да? Они будут жить беззаботно, без опоров, думая, что все будет в порядке у них постоянно. Продолжать, как бы, приносить жертвы в храме и так далее. Хотя многие утверждают по данным, которые здесь содержатся в пророках, что в это время, когда Израиль будет эти 3,5 года жить беззаботно, в Европе будут идти военные действия. В отношении военных действий мы можем вспомнить слова Ишуа, да? Помните, из Матфея 24, 4,7, где он говорит, что постоянно будут какие-то конфликты, постоянно будут какие-то войны до тех пор, пока он не вернется. А военные действия где там написано? В Европе что ли? Даниила... Даниила 7 главе, где мы с вами смотрели только что, в 8-м стихе, мы читали. Даниила 7 глава, в 8-м стихе, Здесь написано, что когда он видел этого зверя, да, у него большие железные зубы, он пожирает и сокуршает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. То есть это говорится о том, что идут военные действия. Также в Откровении 13 главе, с 1-го по 4-й стихе, кто готов прочитать? И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять и один, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его, как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним? Извините, это не тот, здорово. Значит, сражение между союзами держав на Ближнем Востоке. Даниила, 11 глава, 41 по 45 стих. Даниила, 11 глава. Нет, 7 и 8 стих – это сражение, да. Даниила, 11 глава. 41 стиха. Вообще здесь говорится как бы о сражении между союзами держав на Ближнем Востоке. Вот эта вот часть рассказывает. 41-й, 45-й, до конца главы. И войдет он в прекраснейшую земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только и до Муав, и большая часть сынов Омоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Но если вы потом... Не хочу больше останавливаться. Если вы посмотрите 11 главу всю, то вы увидите, что здесь описывается очень много военных действий, которые будут происходить в этот момент. Но более подробно все это описывает, еще раз повторю, 38-39 главы Иезекииля. В итоге, в результате всего этого... Мы сейчас немножко вернемся к 13 главе и поговорим о ней. В результате всего этого... В 13 главе Откровения... Всех этих военных действий и так далее. Этот царь, он станет править миром. То, о чем мы уже говорили из книги Даниила. Просто немножко давайте о самом этом царе. Значит, мы видели в тот момент, что он завладел миром, да? Он стал нас всеми, но он не стал еще антихристом. Значит, в третьем стихе Откровение мы читаем... Давайте кто-нибудь будет читать, да? Кто-нибудь читать будет. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И делилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Значит, мы видим, что в третьем стихе дьявол... Мы знаем, о ком речь идет уже, да? Что дракон — это дьявол. Откровение 13 глава мы рассмотрим. Значит, дьявол, он входит в этого человека, да? В этого царя и дает ему власть. С этого момента этот человек, он становится антихристом. Анти-мессией. Здесь, смотрите, есть очень интересное упоминание о том, что... И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И еще... Если мы прочитаем с 11 стиха... Здесь же, Откровение 13, 11 стиха... И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчами, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, и живущих на ней поклонятся первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения так, что огонь не звонит с неба и на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Значит, я хочу подводить к этому именно моменту. Смотрите, еще раз говорится о том, что у него была смертельная рана, да, и она исцелела. И говорится, откуда эта рана? От меча, да, и что он остался жив. Но, как одно из предположений, что, возможно, это было, может быть, покушение на этого человека. И в результате, ну, покушение, причем покушение было достаточно успешным, то есть он получил смертельное ранение, да. И сейчас мы посмотрим с вами Откровение, 17 главу. Откровение, 17 главу. Читаем 8 стих и 11 включительно. Ну, с 8 по 11. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Вот, секундочку, давайте остановимся. Значит, о чем здесь говорится? Говорится, что он был, да, видите? И вдруг нет его, и снова явится. Антихрист, когда придет, ну, я понимаю так, что он будет показаться для всех, ну, что он является на самом деле Мессией, да, и будет делать такие же самые вещи, возможно, которые делал Мессия. И один из моментов, что здесь как написано, что вот он был, вот его нет, и вот он явился. Вы чувствуете сходство, да? Что он будет имитировать, то есть ранение будет настоящее, ну, то есть и рана будет смертельное. Но не говорится о том, что он умрет, но он будет имитировать в результате этого ранения свою смерть, то есть, потому что, как говорится, что был, да, и вот нет его. То есть он будет имитировать свою смерть, и вот он снова появился, и как бы свое воскресенье. И смотрите, что интересно, что это действие, оно что? Что удивит настолько, как бы, живущих на земле, что которые не были вписаны в книгу жизни, да, они поверят в это. И результатом не просто поверят, они за ним пойдут. И сейчас мы будем говорить дальше, что они в итоге признают его своим Богом. Даже не просто уже Мессия, но своим Богом. Видите, да? И он говорит, что в одиннадцатом стихе, бы снова повторять, да, «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и числа семи пойдет в погибель». То есть еще раз как бы подтверждение того, что вот произойдут эти события. Вернемся к тринадцатой главе. Да, 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 тринадцатая главе. Мы прочитали с вами с одиннадцатого стиха, да, по четырнадцатый. Значит, появляется на нашем горизонте новая личность. Здесь написано, что появляется новый зверь, видите, да, другой зверь. Значит, на самом как бы фоне истории появляется еще одна личность, которая чем-то тоже, ну, будет знаменательным в каком-то смысле, да, то есть будет играть какую-то особую роль во всех этих действиях. Мы рассматриваем одиннадцатый по четырнадцатый. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные анчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». То есть этот зверь, который появляется второй, он, нет, сатана – это дракон. Он выступает как от имени этого зверя. Как пророк его, правильно, да. Как его пророк. Очень похоже, как бы, помните, да, что Моисей и Аарон, которые Аарон говорил вместо Моисея, да. То есть можем увидеть, что образы антихрист будет принимать такие, которые будут очень похожими, знаете, на библейские образы. Действовать в таком смысле, чтобы, как бы, в действительности люди могли поверить, что он в действительности является пришедшим от Бога, является, ну, как он будет требовать поклонения себе, как сам Бог, да. Значит, что еще интересного здесь говорится? Тринадцатый стих, посмотрите. «И творит великие знамения, так, что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Что он будет делать? Ну, здесь написано, да, что он будет делать? Он будет совершать различные чудеса и знамения. То есть он будет иметь от дракона такую власть, чтобы совершать различные чудеса и знамения. Знаете, это как бы хороший еще такой момент, к тому, чтобы мы знали, что если даже человек совершает чудеса и знамения, это не говорит о том, что он это делает от Бога. Это как маги фараона противостояли Моисею. Да? Совершенно правильно, как маги фараона, противостоящие Моисею. И помните, что написано в Евангелии от Матфея, 24 главе, когда Мессия говорит о приходе Антихриста? Давайте откроем, посмотрим, да? Евангелие от Матфея, 24. Ну, поверьте мне, что этот зверь, который будет пророком, да, у первого зверя, у Антихриста, это не будет экстрасенс. Это будет человек, который будет совершать реальные чудеса. Такие чудеса, которыми он будет просто, ну, вообще удивлять всех здесь. И люди из-за этого будут следовать за ним. Как от Господа. Да? Двадцать четвертая глава. Двадцать третьего стиха. Кто готов прочитать? Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Значит, о чем Иисус предупредил нас? То есть, тогда еще, да, посмотрите, он своим ученикам еще задолго до того, когда это должно произойти, он заранее предупредил и сказал, что такое будет. Что не просто придут люди, которые скажут, я Мессия, да, но придут, которые придут с чудесами и знамениями. Причем такими, от которых у всех будут челюсти, знаете, так, отвисать. И все будут смотреть. Это реальное будут говорить люди чудо Божие, да. Ну, кто такое может совершить, кроме Бога? И самым важным таким, знаете, как бы его таким отправным чудом будет представлено то, что он был убит, умер и воскрес. Потому что, если мы снова вернемся к Откровению, к 13 главе, то мы увидим, что пророк этот, да, он будет особое внимание уделять именно этому. Посмотрите, да. 14 стих. «И чудесами, которые было дано ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». То есть, он этому особое будет уделять внимание. Знаете, да, как этот, ну, это уже вам, наверное, рассказывали, насчет великого Рэбошна Ирзона, да? Когда он умер, да? То что его ученики? «Загласили Мессии и ожидают его воскресенье». Да, они сказали, ну, ничего, что он умер. Это нормально, это по Писанию. Потому что, значит, он теперь воскреснет. А вот, ну да, на суд Божий, да? Вот, то есть, как бы, они уделили этому особое внимание, видите? Как бы, вот, вроде бы, идет отрицание того, да, что Мессия умер, воскрес и так далее. Но в то же самое время, когда они стали перед вопросом, они этому уделили особое внимание. И мы видим, что Антихрист и его пророк, да, также этому будут уделять особое внимание, показывая, что вот он был мертв, и вот он снова жив. Значит, Значит, смотрите, что еще с этим будет Шреком происходить, после того, когда он получит власть от Дракона и уже будет Антихристом. Пятый, пятый стих. Уже как Антихрист. Мы смотрим на него уже, уже не на просто как человека, да, а как на Антимессию, Антихриста. Пятый стих. Пятый стих, давайте, шестой стих. Тринадцатая глава Откровения. И седьмой стих. Ну, можно и восьмой прочитать, так, чтобы было понятно уже. Давайте прочитаем и потом сделаем перерыв. Пятый, шестой стих, да. Стоп. Значит, первое, что хочу, чтобы вы обратили внимание, да, что здесь опять говорится о трех с половиной годах, да, но эти три с половиной года, какие они из вот этих? Это вторая часть, правильно. Потому что здесь происходит событие с момента того, когда дьявол упал на землю, да, то есть был согнан на землю, и ему дана власть. И вот эти три с половиной года, три с половиной года, вторые три с половиной года из этого семилетнего периода, просто чтобы вы уже четко для себя усвоили, да, что первых три с половиной года он выступает как правитель, как царь, он не антихрист. И он в отношении, во всяком случае, к Израилю, он ведет себя очень хорошо. Понимаете, да? Он с ними заключил договор. В то время, когда он ведет военные действия с другими народами, эти три с половиной года, вот этот момент всех военных действий, которые он завоевывал и другие народы, у него очень хорошее отношение с Израилем. он им разрешил построить храм, там начались жертвы и так далее, то есть все как бы это вот. Да. А вот здесь, в Бытие, во второй главе написано, что земля же была безвидна и пусто, и тьма над бездною. То есть уже, еще до сотворения мира, тьма уже была, то есть бунт уже был на небе, и сатан уже сброшен был. Послушайте, я вчера уделил этому достаточно много внимания. Помните, да? Вы не задали этот вопрос, и я сказал, что обычно этот вопрос задают. Помните или нет? Или вы забыли? Вчера вопрос этот не прозвучал, когда я сказал о том, что произошла война на небе, когда произошла война на небе, и дьявол и его полчища были побеждены и сброшены на землю. Я сказал, обычно задают по этому поводу вопрос, как бы это вопрос, который присутствует обычно всегда, что а как же вдруг он сброшен сейчас, если он был сброшен гораздо раньше, да, с неба. И я объяснил, что в Иова есть как бы объяснение тому, что сатана, ну дьявол, он имел возможность доступа в небеса. То есть он был лишен права быть ангелом Божьим, он был лишен возможности быть частью Божьего присутствия, да, но для него оставалась открытым возможность приходить к Богу. Вы понимаете? Входить в небеса. И в книге Иова, если вы прочитаете, да, то вы увидите, что он пришел к престолу Божьему для того, чтобы говорить с Богом, обвинять Иова. Помните? Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть это давало ему возможность входить в небеса. Поэтому, входя в небеса, он устроил эту войну. И он был свержен окончательно. То есть с этого момента, когда он был сброшен на землю, он не имеет больше никакого права и возможности, для него закрыта всякая возможность подниматься туда. А бездна тогда для чего? Бездна какая? Ну, написано, и тьма над бездной. То есть бездна, я так понимаю, это как обитание дьявола, где он... Я скажу так. Скажем так, подождите, подождите. Значит, если ваш вопрос заключен в отношении, почему дьявола сбросили, а до этого уже сказано, что он там не находится, на ваш вопрос я ответ дал. Правильно? А как бы рассуждать сейчас над бытием, просто это не наша тема. В данном случае. Все, перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok